У нас Туманов. А вот дальше у нас любимый. Сейчас, я не включаю пока. Вадим Иванович Туманов. Думаю, что вы слышали и знаете. Один из ближайших друзей Высоцкого, когда его спрашивали, он сказал, что Туманов. Туманов был старше Володи на почти 10 лет. Он золотопромышленник, он предприниматель, он в такой биографии. Он шестерник. Он сидел в тюрьме, его сажали, выпускали. Ну, там целая история. Вышла книжка, вы сейчас ее увидите. У меня две книжки есть. Это просто вы можете читать, как Агата Кристи. Так написана его книга. Она, кстати, потом переведена была на французский язык. И он ездил во Францию в презентацию этой книжки. Вот еще про Туманова два слова. Там случилась история. Марину никто не спрашивает, ты не спрашиваешь. Я отвечаю. Марина Влади, я не знала. Они поссорились. Поссорились из-за памятника. Родители хотели, чтобы был вот тот памятник, который там стоит. Это рукавишник делал этот памятник. А Марина попросила Вадима Ивановича, чтобы он нашел какой-то метеорит. Метеор, метеорит, я не знаю, какой-то камень, который бы просто поставили и написали Владимиру Высоцким. Ну вот родители не согласились. Марина не согласилась и с ними. Поэтому Марина никогда не была в этом доме потом. Ну вот через год. Я там через год появилась. и Вадим Иванович... Да, и там разделились люди. Кто с Мариной, кто с родителями. Так вот Вадим Иванович выбрал родителей. Он был там, он приходил. И он, конечно, чудо какое. Значит, вы послушайте два слова. Я ему звонила буквально пару недель назад. Он сказал пару слов. Ему уже много лет, 96. Он не очень хорошо может что-то сказать. Но хотя бы пару слов. Да, хочу такой вечер про всю семью Высоцких. И про вас тоже. Буду рассказывать. Я буду поддерживать вас, поскольку это интересно. Буду поддерживать. И что, я с тобой буду рад, что еще что-нибудь помогу. Спасибо вам большое. Будьте здоровы. Здоровья вам. Я вам буду звонить. Мне просто хотелось, чтобы хотя бы вот такой кусочек был слышен. Значит, кстати, кстати, как-то я приезжаю в Москву, уже отсюда. Он знал, что ваша секрет. Не очень хотел ехать в Америку. И он мне говорит, скажи своему сыну, чтобы он не вздумал возвращаться. Еще, значит, пару на 80-летие и, по-моему, на 70-летие Путин приезжал в этот самый музей. И Туманов в один из приездов Туманов пришел вместе с Никитой. И Люся там проводила экскурсию. И Туманов, кроме всего прочего, хотел ему что-то подсказать, касающееся добычи золота. Путин посмотрел на него долгим взглядом и сказал, я же не по этому поводу приехал сейчас. И Туманов это рассказывал нам. Поэтому так это вот было, я вот и вспомнила. Это вот я не помню, кто этот справа, он на всех фотографиях, и я не помню его. Вы. Так, ну это мы с Вадим Ивасовичем. А это мы были у него... А, вот это его жена. Она была на телевидении в Пятигорском. Она была диктором Пятигорского телевидения. У него вообще сын и внук. И они видятся, но вообще там есть два человека, которые за ним ухаживают. А живет он около монастыря, очень красиво в месте, и красиво, все красиво. Мы были у него в гостях с Мишей. Вот последний раз. Нет, это вот на кладбище. А вот дальше. Вот здесь он подписывает мне книжку эту. Мы были у него в гостях. Это было шесть лет назад. Вот эта книжка. Найдите, почитайте. Так. Спасибо. Спасибо.